Дорогие друзья, всем привет! С вами снова Илья. Сегодня решил записать еще одно видео. И это видео я планирую посвятить все-таки не прогнозу на основные криптовалюты, а некоторому обучению. То есть, так или иначе, какие бы мнения и прогнозы экспертов, аналитиков вы не смотрели в интернете, в любом случае, существуют такие ситуации, когда принимать торговые решения нужно непосредственно вам. Потому что вот я, например, записываю видео с утра, я вижу определенную рыночную ситуацию, определенный сетап, который сейчас на рынке. Но я не могу, да и никто не может, наверное, кроме непосредственно того, кто рынком манипулирует, вам точно сказать, докуда упадет или вырастет цена. Но если вы научитесь различать определенные ценовые формации, которые могут возникнуть, в том числе на очень коротких таймфреймах, то вы и сами сможете определять точки выхода из рынка. Вот. Я планирую, что у меня будет некоторая серия видео, которая как раз-таки будет посвящена этому обучению. Кроме этого, сейчас я бы хотел поговорить вообще об таком моменте, как инвестирование в криптовалюты. То есть о том, как правильно распределять свой капитал и как правильно получать наиболее высокую эффективность ваших вложений именно на этом рынке. То есть дело в том, что я обратил внимание, что большинство тех, кто просматривает мои видео или просматривает видео других трейдеров, они, ну в общем для них крипторынок это, наверное, первый самый рынок, на котором они работают. За счет этого у них не такой большой опыт инвестирования и иногда они не понимают даже самых базовых вещей тех, когда вы инвестируете именно вот в этот инструмент. Сегодня в первой части вот этого вот видео, посвященной инвестиции в криптовалюту, я постараюсь некоторые моменты затронуть. Итак, первое, что у нас есть, первое правило, всегда нужно иметь какой-то определенный портфель криптовалют. То есть если у вас есть, например, некая сумма денежных средств, то нельзя все эти денежные средства вкладывать только в определенные какие-то монеты или в одну монету в надежде на большой рост или высокую просадку. Как правило, эти денежные средства необходимо распределять. Более того, не совсем правильно в большинстве случаев, особенно для трейдеров, которые не являются там профессиональными, запускать всю сумму только там, например, на трейдинг. Иногда более правильным решением будет только купить некоторые криптовалюты в расчете на их долгосрочное движение и только на некоторую часть вашего так называемого депозита, соответственно, совершать торговые операции. Вот. Если мы это правило применим к криптовалютам, у нас получится примерно следующее. Это правило, которого придерживаюсь я. Как правило, инвестиции, то есть это именно какие-то долгосрочные вложения в криптовалюту, они должны составлять где-то от 50 до 60%. Более такие краткосрочные операции, когда вы, например, то добавляете к криптовалюту, то убираете из своего портфеля и тем самым пытаясь поймать больше движения, они должны составлять где-то около 30%. И, как правило, от 10 до 20% здесь остаются такие денежные средства, которые вы инвестируете либо в расчете на какой-то краткосрочный резкий скачок криптовалюты, чтобы зафиксировать там двойную тройную прибыль, ну или готовы, в принципе, пожертвовать какой-то частью вот этого высокориского капитала, если ваша сделка не выгорит. Также здесь можно отнести инвестиции в ICO, то есть много токенов выпускается, иногда есть стоящие проекты, иногда есть откровенные скамы, но так или иначе какую-то часть из этого актива, например, около 1%, вы можете просто попробовать проинвестировать в ICO в расчете там на реальное увеличение даже не в десятки раз, а иногда в сотни раз. Итак, более подробно сейчас я вам покажу, как я веду и распределяю свои инвестиции и что я для этого использую. Давайте вот посмотрим на следующую таблицу. Себя помещу вот сюда справа, чтобы не мешать вам смотреть. Смотрите, как правило, на большинстве бирж у вас уже есть некий, назовем это так, подвод баланса. То есть вы видите, в каких инструментах у вас что вложено, сколько вы там примерно заработали, и какая-то статистика, по вашему счету, в любом случае ведется, она есть. Но желательно все-таки всегда вести эту статистику у себя. То есть какой инструмент, по какой цене вы покупали, какой объем покупки вы совершили, соответственно, текущие котировки, которые бы рассчитывались там, которые бы вы обновляли раз в день. И тогда вы могли посмотреть, какие инструменты вам дают больше прибыли. То есть это очень важно. Когда вы инвестируете в какие-то инструменты, например, в Epir, Litecoin или еще какие-либо на достаточно продолжительный срок, вам важно всегда отслеживать динамику по этим инструментам, не только с целью того, чтобы посмотреть, сколько вы заработали, а с той целью, чтобы посмотреть, какая инвестиция вам приносит больше, какая инвестиция вам приносит меньше, какие у вас доли в портфеле занимают эти инструменты, для того, чтобы вы могли правильно перераспределять эти инвестиции в расчете на большую долгосрочную прибыль. Вот такую таблицу я составил для себя. Здесь все цифры, они достаточно условные. То есть приведу пример. Вот, например, есть у вас Ethereum. Вы его купили, скажем, по 404 доллара. Объем покупки составил у вас, скажем, 1,8 Ethereum. Далее рассчитывается объем покупки. У меня здесь по формуле, кто с Excel мне очень дружит, я эту таблицу, которую я сейчас показываю, я ее приложу в ссылку в описании, и вы ее можете скачать, просто здесь использовать все те же формулы, просто подменяя их на свои цифры. Далее, текущую котировку, которую я обновляю раз в день. После этого стоимость портфеля, то есть это по текущим ценам рассчитано, сколько стоит эфир, вот в этом эквиваленте. Далее прирост от начала инвестиций и его доля в портфеле. То есть, например, 20% означает, что от всего портфеля, например, скажем, в 4 тысячи долларов, у меня вот этот конкретно эфир занимает 20%. Ну и далее удобная очень вещь, это ссылка на график. То есть, для того, чтобы вам не искать, как там поживает ваш Ethereum или как поживает ваш Bitcoin, и неохота, например, заходить в торговый терминал, вы можете просто вот сюда забить ссылку на график, она у вас всегда под рукой, вставляете ее в адресную строку, ну или делаете гиперссылкой, и все, переходите, смотрите, какая у вас там сейчас цена. Это очень удобно, особенно если вы торгуете на разных биржах, и где-то там, например, Ethereum у вас в одном терминале, а там тот же Litecoin в другом терминале, вам всегда это нужно подводить. Вот, что это дает? Например, вот сейчас Ethereum котировки около 720 долларов, мне достаточно просто исправить 720, и видите, все абсолютно пересчитано. То есть, пересчитались все цифры, стоимость портфеля, доля, его прирост и так далее. Вот, то же самое по там Bitcoin, Litecoin и Yote, я вот привел в своих примерах. На что следует обратить внимание? Когда вы инвестируете, желательно, чтобы ваш, так скажем, капитал в каждой из криптовалют, он не превышал 50%, потому что если у вас доля какого-то инструмента в вашем портфеле, она составляет более 50%, это уже низкий уровень диверсификации, так называемый. Ну, что такое диверсификация, можете почитать. В целом, это перераспределение, и точнее распределение своего капитала между разными активами. То есть, вот, например, здесь у меня самая большая доля, она в биткоине, в примере, да, она составляет 37%. Если бы у меня, например, было биткоина больше, скажем, не 0,12, а давайте возьмем 0,19, то, видите, она бы уже занимала 47%, это достаточно много. Это означает, что я очень сильно зависим от колебаний котировок именно на биткоин. В этом случае было бы целесообразно долю в биткоине уменьшить несколько и, наоборот, увеличить в тех инструментах, где доля меньше, если они мне также приносят прибыль. Но здесь, вот, например, по йоте нет никакого смысла увеличивать долю в инструменте, потому что его, ну, прибыль, которую я заработал по ней, точнее, человек из нашего примера, она отрицательная, поэтому какой смысл увеличивать долю в тех криптовалютах, которые на данный момент не приносят никакой прибыли. Вот таким вот образом. Еще такой очень важный, интересный момент. Я хотел бы на своем канале запустить такую определенную серию видео и также запилить паблик ВКонтакте со следующим челленджем. Послушайте внимательно. Смотрите, я, ну, общаюсь так или иначе с какими-то криптоинвесторами различными, ну, чаще всего, конечно, с начинающими, которые, ну, там, интересуются так или иначе динамикой на криптовалюты. И я спрашиваю, то есть, ну, вообще, сколько там планируете инвестировать, как планируете, что делать. Ну, чаще всего мелькает сумма, там, по разным оценкам, там, от 500 до 1000 долларов. То есть, это ту сумма, которую они попытаются, пытаются инвестировать в расчете на то, чтобы это все преувеличить, то есть, ну, как бы щупают рынок. Это правильно, да, не стоит инвестировать, там, какие-то последние деньги. Иногда и продают, там, квартиры, машины. Это просто в этот рынок залезть. Ну, так или иначе, вот, есть сумма некая, там, от 500 до 1000 долларов, я ее планирую инвестировать. Что посоветуешь? То есть, я говорю, ну, там, будет правильно, если вы вложите в такие-то, в такие-то, в такие-то криптовалюты и, там, вероятнее всего, получите столько-то, там, денег, но учтите, что это очень-очень рискованно. Но, в связи с этим, там, опять же, возникает вопрос, а не лучше ли мне, там, заниматься трейдингом, постоянно работать, постоянно торговать, ловить каждое движение и так далее. Вопрос очень резонный. Поэтому я решил замутить такое, ну, можно сказать, не знаю, реалити-шоу, не реалити-шоу, наверное, громко сказано, но небольшое ответвление, в котором я буду делать следующее. Я возьму 1000 долларов США и эту 1000 долларов США разделю на две части. В первой части у меня будет 500 долларов, которые я просто по рыночным ценам инвестирую в наиболее привлекательные, на мой взгляд, альткоины. То есть, прям по рынку закуплюсь, например, там, эфиром по 700, лайткоином по 670, йотой, там, по текущим ой, это не котировки, по текущим котировкам. И вот, и буду смотреть, сколько это мне приносит денег. На оставшиеся 500 долларов, да, я буду, соответственно, заниматься тем, чем пытаются заниматься как раз-таки многие трейдеры, да. То есть, это стараться купить где-то подешевле и продать подороже, тем самым получая максимальный, ну, покупая где-то на коррекциях и продавая где-то на пиках, получая тем самым большую прибыль, на их взгляд. И сравню, то есть, а реально ли даже, ну, достаточно опытному трейдеру, к которому я себя отношу, получить реально доход больше, чем вы бы получили просто инвестируя в какие-то криптоинструменты. Потому что, смотрите, если вы, например, сравниваете, ну, такую традиционную, традиционные финансы, то у вас получается следующее. Есть у вас, там, например, 1 миллион рублей. И вы, допустим, 500 положили в банк, а на 500, там, занимаетесь трейдингом. Для трейдера, там, например, на российском рынке доходность от 30 до 50 процентов в год – это очень хорошо. И эта доходность намного больше, там, чем банковский процент. Но на крипторынке, когда, например, тот же биткоин просто сам по себе растет на 25 процентов в среднем в месяц, да, то есть, за этот год он только вырос, там, 16 раз, это уже немного по-другому, да, выглядит. То есть, вы должны соревноваться не с доходностью 8 процентов годовых, вы должны соревноваться с доходностью 1600 процентов годовых. И реально ли трейдингом перебить эту доходность, которую вы бы просто получили, инвестируя в криптовалюту. Вот такой у меня небольшой челлендж, наверное, будет. Вот я понял, как это назвать. Если вам это интересно, интересно было бы за этим посмотреть, понаблюдать. Все сделки я буду выкладывать, то есть, в принципе, заранее. Вот здесь я там покупаю, здесь продаю. Какие криптовалюты у меня в долгосрочном портфеле. То есть, я это все буду делать максимально открыто. Мне там незачем это что-то скрывать там и так далее. Будет минус, буду пилить минус, будет плюс, буду пилить плюс. Поэтому, если вам интересно, пишите в комментариях, а там уже посмотрим, стоит ли этим заниматься. Потому что вот у меня реально тоже возникла такая мысль. Что проще? Не проще ли просто инвестировать в альткоины и получать какую-то определенную прибыль? Или реально можно большую прибыль наторговать, постоянно занимаясь трейдингом? Итак, что касается этой таблицы, я только поверхностно ее описал. Ждите второй части. Здесь я расскажу, как пользоваться вот этой второй частью таблицы. А пока я ее приложу в описании. Ссылку на нее обязательно скачивайте. Здесь все формулы заполнены. Вам только достаточно вписать инструменты, цены, по которым вы их будете покупать, объемы и далее просто вписывать, постоянно обновлять текущие котировки. После этого у вас вся остальная часть портфеля будет рассчитываться самостоятельно. Кстати, свободное средство я здесь сделал 5000 долларов. То есть, если у вас другая сумма, измените вот это вот число. Вот. И тогда у вас будет все рассчитываться автоматически. Все. Всем спасибо. Реально хотелось бы знать, будет вам это интересно или нет. Вообще обучающий формат видео нужен или нет. Или достаточно просто прогнозов. Всем спасибо и пока.